Все мои мечты падают Воздухом своим тебя назвать, гляну в глаза И жизнь свою шагом не измерить Как жаль, что нелегко принять Жаль, трудно просыпаться и не верить в чудеса И воздухом своим тебя назвать, гляну в глаза И жизнь свою шагом не измерить Скажи, по поводу твоих текстов, твоих песен Все же отмечают, что они с таким глубоким смыслом Это история какой-то собственной жизни Ведь обычно мы, я не знаю, пишем или говорим о том, чего мы сами коснулись Трагическая любовь, любовные треугольники, это все было? Ты знаешь, большинство из этих текстов имеют в моей жизни основу Но те тексты, которые ко мне не касаются Услышаны мною как истории, скажем так, извне Я от многих в своей жизни слышал истории Которые достойны Чтобы по их, скажем так, лекалу написали какую-то песню Или что-то еще Ну ты знаешь, недавно мне рассказали историю о молодом человеке Который слышал голос своей подруги только по телефону Он никогда ее не видел Вот Однажды он увидел ее фото Он был в нее влюблен Она об этом каким-то образом узнала Позвонила ему В общем, у них начались какие-то вот такие телефонные отношения В итоге оказалось, что она просто над ним издевается Долго мы его вернуть не могли Этого человека Вот В итоге сейчас он влюблен, слава богу Как-то он вернулся в жизнь Но много лет прошло И я в очередной раз услышал историю о нем Я вспомнил, что была такая история Ты знаешь И написал песню, которая называется «Голос твой» Дай прикоснуться к тебе рукой Позволю слышать голос нежный Моя любовь спешит рекой, как будто без надежды Я встану солнцем над тобой Я стану ночью безмятежной Позволю услышать голос твой То есть история, вдохновившая меня на написание каких-то простых, может даже и нелепых слов Но Мне кажется, они отражают вот этот момент Когда мы с тобой писали последний раз интервью Ты как раз говорил о сольной карьере Что тебе бы хотелось отдельно поработать от Вики Потому что она, ну во многом, скажем так, не похожа Вы разные Не пара Это вот ваше прям кармическое название Мы во всем не похожи В ответстве полностью Вика не изменилась Я знаю, что она абсолютно не пунктуальна была А ты наоборот Она и сейчас осталась такой же В жизни ничего не меняется Но при этом мы по-прежнему вместе И я успел сделать сольный проект Комфортнее, как работается Все-таки с дуэтом не пара Которые знают, которые любят Которым приписывали даже какие-то романы Или одному? Ты знаешь, когда работаешь один в одиночку Всегда отвечаешь за то, что делаешь сам И, скажем так, промазывать удобнее в коллективе Когда двое Всегда один в одиночку Не только двое Трое, пятеро Не знаю, целая команда Вот мазать в коллективе удобнее всего Есть возможность закрыть глаза И сделать вид, что это не ты То есть Как будто Понимаешь, да? Но промазать в одиночку Нельзя Ты не представляешь, как мне приходится напрягаться Чтобы делать то, что я делаю В сольном варианте Это невозможно Но, тем не менее Ну, так я себе выбрал и делаю что-то Знаковым моментом в жизни Александра Стало знакомство с Викой Тылышинской Красивая и загадочная певица Работала в еврейском театре Они решили спеть вместе на нескольких вечеринках Что вызвало восторг у слушателей Решено было создать совместный проект Александр Шоуа смог за короткий срок Написать первую песню для группы Ее назвали «Другая причина» Клип на этот трек стал любимейшим у миллионов телезрителей Последовали приглашения на концерты, награды и интервью Далее дуэт выпустил три альбома Первый из которых назвали «Другая семья» Последовали бесконечные вопросы журналистов О том, правда ли, что у участников группы назрел роман Группа просуществовала 10 лет До 2012 года Синглы и альбомы запомнились многим поклонникам Но Александр Шоуа внезапно заявил, что намерен начать сольную карьеру Скажи, а Вика отдельно не поет? Нет, она не делает ничего отдельно Она хотела сделать, но вопрос в том, что она не пишет песен Не делает аранжировок И для того, чтобы ей собрать маломальскую программу Ей нужно потратить колоссальное количество времени, средств и нервов на это А сейчас ей некогда У нее есть ребенок, дочка хорошая, красивая Которая она уделяет все свое свободное время У тебя тоже есть две дочери Им я времени не уделяю Тем не менее, я знаю, что все равно ты активничаешь в плане музыки, помощи и так далее Расскажи о дочках Старшую зовут Майя и 18 лет в январе исполнится Младшую зовут Таисия и 3 года и 7 месяцев Такой большой на самом деле разрыв между детьми Да, 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 но ты знаешь, я 12 лет был один Я разошелся со своей первой супругой, когда дочери было полгода Скажем так, хорошим отцом меня вряд ли можно назвать Чувство вины было? Сейчас оно и есть, что оставил ребенка Знаешь, но я бы не смог переступить через собственные какие-то даже Ну, я бы не назвал это амбиции Скорее, это маленькие желания стать человеком Дочь простила? Да, конечно Нет, ну, когда ее там Ленька Закашанский как-то вывел на разговор Заставил ее плакать, негодяй такой Вот, естественно, я понял, что она на меня обижена в этот момент Хотя она всегда говорила там, что пап, нет, ну я все понимаю Я бы тоже от мамы ушла в этот момент То есть, я говорю, ты правильно говоришь Ну, то есть, вот такая какая-то история Но потом я понял, что она все-таки обижена Ты знаешь, когда он ее вывел на разговор Начал давить на какие-то такие больные места А ведь он очень сильный такой серьезный психолог Я его за это уважаю Вот Я понял, да Ну, вот с младшей, я думаю, я так не промахнусь Ну, уже, наверное, возраст не тот, чтобы промахиваться, нет? Какое-то есть другое осознание, другое чувство есть? В любом возрасте можно промазать В любом Глупости можно делать незаметно Но когда ты их делаешь громко Ты же понимаешь, то есть, это резонанс совсем другой А дети это все видят и запоминают Потом они повторяют тебя Я стараюсь сейчас своей младшей дочери не подавать никаких дурных примеров Я разговариваю дома всегда тихо У нас дома на повышенных тонах никто никогда не говорит Даже если есть повод для этого Мы бережем психику и здоровье ребенка И ее любим Я ее тискаю, просто, ну, невозможно Я тебе потом фотографию покажу, ты поймешь, что же, о чем я говорю Ну, такой пупсик просто невероятный До встречи с Викторией у Александра был официальный брак, в котором родилась дочь Майя Вторая жена, Наталья, подарила шоу вам малышку Таисию Удивительно похожую на отца Долгое время малышку не показывали общественности И даже скрывали факт пополнения в семье Супруги оберегают дочку от лишнего внимания посторонних И не хотят, чтобы она стала поводом для разговоров незнакомых людей Александр с трепетом относится к дочкам Много времени тратит на их воспитание Какой ты отец, скажи? Ты знаешь, вот сейчас я чувствую, что я очень ответственный человек в этом смысле Отцовство для меня очень важный момент И не просто момент, я бы так сказал, что отцовство для меня это стиль, что ли, жизни То есть все мои мысли ранее были о благосостоянии кого-то, неизвестно кого Просто из семьи кого-нибудь, неважно Просто из целой семьи Сейчас в первую очередь я думаю о здоровье и благосостоянии своей дочери То есть для меня это больше, чем о себе, больше, чем о ком-то Жену это расстраивает, она иногда ревнует Конечно, Наташка Мэй, она такая, ух Ну, ревновать к собственной дочери, это не самое страшное, наверное Больше никому не ревнует Нет, я не даю повода, что ты К сцене не ревнует Нет, к сцене... Кастролям, поклоням Она, мы с ней познакомились, когда я уже достаточно плотно был внутри проекта Когда я уже, ну, кем-то стал А к поклонницам она меня не может ревновать, потому что... Ты знаешь, вот... Я пару раз видел, там человек идет, а за ним толпа бежит Внимательно присмотрелся и понял, что это выдумано этим самым человеком, который впереди идет То есть... Толпа, побежали, и там камера, чик, мотор И то есть он идет, и там неожиданно, там с цветами какие-то девушки, там что-то еще В этой стране никто ни за кем не бегает Вообще Я тебе серьезно говорю? Угу Ну В Москве, там среди ночи, ты вот просто пройдись по ночным заведениям Ты увидишь Микки Рурка, Стивена Сигала Жан-Клод Ван Дам, пожалуйста, может где-то сидеть В окружении Ребят каких-то В спортивных шапочках Но Ни в коем случае не поклонятся То есть У нас страна такая, она немножко Спокойная в этом смысле Мы людей понимаем, любим на экране Но здесь за ними и правильно, и слава богу Поэтому меня жена совершенно спокойно отпускает Она даже не думает об этом Я ей не даю повода Скажи, твой голос передался кому-то из детей? Мой голос передался мне от моего дяди А вот моим детям пока, пока, к сожалению, нет Тем более, что у меня две дочки Старше нет, никаких наклонств Ты знаешь, она закончила музыкальную школу Но, к сожалению, она по моим стопам не идет К сожалению, Саш К сожалению К большому сожалению Много звезд, с которыми я писала интервью, говорили Только не артистка Ой, что ты говоришь? Что ты говоришь? Что ты говоришь? Люди не хотят, чтобы человек занимался каким-то трудом вообще Ты хочешь сказать, что артиста это не труд? Нет, это труд, конечно Но, вот, например, если взять мою напарницу То я бы не сказал, что она сильно напрягается где-то Да, она ездит с нами на гастроли Да, это тяжело Но только как поездка А вопрос создания музыки Вопрос руководства коллектива Вопрос всего остального Вопрос, откуда вообще эта музыка Черт ее побрал Все на тебе? Я бы не сказал, что все на мне Но я руковожу процессом Мне доверил человек это То есть мы втроем собрались с продюсером Я решил, и мы все решили Что только я это могу сделать там Все, и слава богу К поводу продюсера ты заговорил Сказал, что сейчас появились новые имена, новые продюсеры Есть ли вообще какое-то желание Как бы работать с теми или иными продюсерами? Или финансово сегодня это не очень тебе интересно Как уже достаточно состоявшемуся артисту? Ты понимаешь, да Вот поделиться с кем-то счастьем Радостью На какой-то короткий период времени На одну песню Я готов Но прийти к молодому человеку Который младше меня там лет на 20 Который еще, собственно, и не родился Когда я уже занимался музыкой Но продюсеры есть разные Да Но к такому монстру, как Дэвид Фостер Я бы пришел и не на одну песню Скажем так, как сольно, да? То есть, потому что Человечащий, музыкантищий там И все, что ты сегодня слышишь из классики Из классической музыки, образно говоря Из эстрадной Написал он или продюсировал он Не имеет значения Он везде там приложил руку Это просто невероятно Список невозможный А сегодня есть ребята из Blackstar Которые продюсируют музыку Весьма успешно Правда, она однообразная достаточно Тем не менее И каждый из тех, кого выпускают сегодня на сцену Под лейблом Blackstar, образно говоря Да, мне кажется, может являться самостоятельным продюсером В принципе Ну, мне так кажется И остальные артисты точно так же Сегодня очень много взвалено на плечи артистов Продюсер сегодня такое номинальное значение имеет Слушай, ну это не такая большая проблема Выступить бесплатно Для того, чтобы для рейтингов В конце концов Бесплатных работ хватает не только у наших артистов Но и там у мировых звезд Таких как Sting, Stevie Wonder и так далее Все это является частью большого дела Неотъемлемой частью Неотъемлемой, скажем так Амортизации самого артиста Субтитры создавал DimaTorzok